МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Издалека строение похоже на женскую туфельку на высокой шпильке. Оказавшись на самой территории лыжной базы, трамплин можно разглядеть более внимательно. Поражаешься его масштабности, насколько он высок. Высота одного сооружения составляет 90 метров, второго – 125. Если честно, страшно представить, как можно решиться совершить прыжок с такой высоты. Прогремевшие на всю страну долгострой обещали открыть в этом году. Трамплин в курортном городке строили почти 12 лет. За это время бюджет стройки вырос почти в 4 раза. К тому же специалисты были уверены, прыгать с этого трамплина невозможно из-за климатических особенностей. Но для устранения замечаний международных экспертов по замене крепления на наиболее прочные, подходящие для наших климатических условий, потребовалось время и дополнительные инвестиции. Ну, наконец, свершилось! Ого, оказывается, это была не просто часть пейзажа. Из области фантастики. В 80-е годы на сборах сборная города Щучинска выигрывала эстафету у сборной СССР. Один трамплин ничего не даст, надо строить биатлонную и лыжную базы. Это даст толчок спортивным результатам, здоровому образу жизни и туризму круглый год. Данный проект хотели отменить, так как в Щучинске погодные условия не соответствуют для трамплина и прыжков. А если действительно ветер подведет, то надо в Кукшетал матрасов побольше постелить. Очень красивый стадион. Нужно достроить. Давно пора достроить и запустить этот замечательный проект. Щучинск всегда был трамплином для именитых спортсменов по зимним видам спорта. Владимир Смирнов лично принимал участие, и приезжали разные эксперты и спортсмены, которые не понаслышке знают. И сами принимали участие в разных соревнованиях горнолыжного спорта, в разных странах мира. Алматинская белка, наделавшая столько шума в соцсетях, разделила интернет пользователей на несколько лагерей и точно не оставила никого равнодушным. Джохару Тибеков о том, что заставила говорить о новом уличном экспонате Яблочного города. Скульптура белки символично, провокативно. Это событие. Белка заставила обсуждать ее. В чем наша беда? Мы не готовы к переменам? Хотим постоянства? И дело ведь не в проблеме с художественным вкусом. Мы не приемлем творческой смелости. Мы привыкли жить рутинно, скучно. Увы, мы заслужили повсеместные безликие скульптуры из бронзы. Белка стоила бюджету несколько миллионов тенге. По мне, так я вижу, каждый тен, потраченный на тен. Новости об установке нового арт-объекта в Южном городе обрастали комментариями в считанные минуты. Одни подписанты Казнета, как наш автор, видели в нем новое дыхание. Другие предлагали снести и даже поджечь искусственное творение. Ведь белка соломенная. Но авторам, кстати, арт-художнику из Великобритании Алексу Ринслеру, а также скульптору из Южной Африки Мариусу Янсен-Ван Вуурину, придется постараться. Солома пропитана специальной огнеупорной смесью. И проверяли ее горелкой. Я в лагере тех, кто за белку. Во-первых, она кажется мне примилой. Почему-то самый симпатичный снимок в ужасном качестве я нашла только на Вестнике Кавказа. Симпатичность белки – понятие очень субъективное, поэтому к нему нельзя апеллировать. А вот обсуждаемость белки вполне себе показатель того, что это искусство, которое, как известно, должно не оставлять равнодушным, а больше ничего не должно. Я рада, что наконец-то у нас появилась такая неоднозначная инсталляция. И размер ее мне безумно нравится. А в нем есть смелость, которой мне вообще всегда не хватает в нашем искусстве. И вот это сено ее. Уверена, если бы она была из пластика, вам бы она понравилась еще меньше. Значит, парковку убрали для белки? А зачем ее огородили? Заботятся о ее безопасности. Классная, надо с детьми сходить. Столько шума из-за какой-то белки. А мне она нравится. Многие кричат о том, что она уродлива. Как по мне, так она прекрасна своим видом. От нее веет духом свободы, по-моему. В чем выражается дух свободы, если белка, как в зоопарке, за бортом стоит? Государство должно финансировать искусство, даже если большинство отвергает ее творение. Но чтобы не говорили, а посмотреть на масштабный проект, все-таки едут и не только сами алматинцы. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете.